Следующий доклад у нас от очень интересного спикера. Это, как ни странно, Почта России. И на самом деле, почему для меня лично это важно? Потому что, в силу разных обстоятельств, последние, наверное, года 4-5 я регулярно отправляю простые заказные письма в разные концы России. Десятками в месяц. Ну да, в месяц, да. И могу сказать, что гарантированно обычное заказное письмо из Екатеринбурга от Калининграда до Южно-Сахалинска доходит 6-8 дней. Это не фантастика, это Почта России. Встречайте у нас Владимир Куковякин. Коллеги, здравствуйте. Ну, Почта России не ограничится только заказными письмами. Множество и других сервисов. Это и посылки, и курьерка, и прочее. Про это как раз и хотелось бы поговорить о том, что у нас поменялось, о том, что мы еще собираемся менять. Работает, да? О, отлично. Ну, я всего… Не прошло и 4 часа, как кликер заработал. Я теперь свободен, буду ходить по залу. Отлично. Да, это Почта России. С нами все работает. Я, честно говоря, вообще рад, рад. Коллеги, значит, всего несколько цифр, да, скажу о том, что понятно, что самый крупный национальный оператор и, по сути, единственный национальный оператор. Огромное количество отделений связи, куча народа работает у нас, больше 300 тысяч сотрудников. Мы в день доставляем и вручаем посылки мелких пакетов больше миллиона. Вообще в Почте России огромное количество блоков, направлений, логистика, оперсеть и так далее, но генерирует выручку всего три бизнес-блока. Это почтовый бизнес, там, где как раз заказные письма Бандероли и вот это все прочее, связанное с универсальными услугами. Это посылочный бизнес, там находятся посылки, мелкие пакеты, международное отправление и курьерка, которая есть в Почте. И финансовый бизнес, это вот денежные переводы, социальные выплаты пенсии и прочее. От года к году доля Почты России растет, за счет чего есть факторы, которыми мы пользуемся и усиляем свои позиции. Это те сроки доставки, которые мы меняем, мы смотрим на рынок и с точки зрения тарифов, чтобы они были конкурентны. Это и удобные IT-сервисы, и качественная сеть, и прочие другие. Так вот, говоря про сроки доставки, о чем вот как раз начали разговор. Здесь в частности речь идет о посылках и курьерке. Так вот, в 2014 году наш средний срок доставки по стране составлял 17 дней, а к 2018 году в августе, ну вот было несколько итераций, в 2016 до 5 дней сократили, а вот в августе 2018 года была очередная итерация изменения операционной платформы, и средний срок доставки, контрольный срок составил 3 дня, то есть мы его сократили значительно. Ни много ни мало мы на это потратили 2,5 миллиарда рублей для того, чтобы поменять эту операционную платформу, пересмотреть маршруты. Но заявляя там контрольный срок в 3 дня, это одно, а выполнить это другое. Так вот, мы помимо того, что просто заявляем, мы еще и контролируем, чтобы эти сроки соблюдались. И от года к году соблюдение контрольных сроков у нас растет. И вот в 2018 году то, что мы померили, составляет более 98%. Это не пустые слова. Есть крупные клиенты, по которым мы ведем индивидуальную отчетность. Мы эту отчетность им показываем каждый месяц. И ведем индивидуальную отчетность и показываем ее клиентам. И в частности мы им говорим, вот ты отправил за месяц 10 тысяч отправлений. И вот в этих отправлениях мы все сделали качественно, классно. А вот эти вот отправления мы нарушили контрольный срок и нарушили вот здесь, здесь и здесь. Говорим это честно, открыто клиенту. Делаем мы это не только для него, это делаем в том числе и для себя, чтобы потом сделать работу над ошибками и исключить те факторы, которые влияли на нарушение контрольных сроков. Вот как раз вот эта работа нам и позволяла выполнить качество, то, которое мы заявляем. Конкурентные тарифы. Ну мы так разделили на две группы. Это до ПВЗ и до двери, чтобы сравнить с нашими конкурентами. Так вот, ПВЗ это… Да, пункты выдачи заказов, это наше сегодняшнее отделение. Так вот, до двери это наша курьерка, то, что мы доставляем до двери получателю. Мы вполне конкурентны. У нас вполне конкурентные тарифы. У нас и сроки вполне конкурентные, потому что когда мы составляли, готовили проект по изменению контрольных сроков, мы исходили из конкурентной среды. То есть прям брали ближайших конкурентов и по ним отсматривали, какие идут варианты доставки по срокам. Ну и, соответственно, приводили это в тот же сопоставимый вид, как и у них. Ну, почта не заканчивается только сроками. Очень много значит в логистике IT составляющая. У нас на самом деле IT структура гигантская. Больше 120 сервисов, которые используются для работы. Это и сроки доставки, отдельный сервис, delivery почта, это и тариф почта, тарификация, это то, что только видит пользователь. Есть еще внутренние такие же сервисы. Так вот, была такая сложная задача, чтобы все эти 120, даже больше 120 сервисов начали все вместе работать и вы могли ими пользоваться. Причем вы не только юридические лица, но и физические лица могли этим пользоваться. Мы сделали наш личный кабинет. Вот в данном случае была большая работа сделана для отправителя юридического лица. Мы создали единую точку входа, работы с почтой и начали с такого процесса, как заключение договора. Ну, я не знаю, кто пробовал такой небольшой и сложный путь пройти с почтой, подписать договор когда-то. Так вот, это занимало от двух недель и нескольких месяцев. На сегодняшний день этот процесс автоматизирован и он реально занимает буквально три дня. То есть тот специалист, который отвечает за заключение договора, у него в KPI заложено этот срок в три рабочих дня. Кроме этого, это и подготовка заказов, и сдача отправлений, и коммуникация с клиентом все зашито в личный кабинет клиента. Так вот, четыре шага заключения договора. Заполняется электронная анкета, подкрепляются сканы документов. Нужному менеджеру поступает эта информация. У него есть три дня для того, чтобы подписать этот договор, активировать учетную запись, и клиент смог формировать отправление. Формировать как по одному отправлению, так и массово, например, экселевским файлом. Сразу видно будет и тарификацию, и проверка адреса. Это немаловажно, учитывая, что большинство людей не знает, какой у них индекс, и мы знаем только адрес, куда надо отправить. Так вот, мы проверяем тот индекс, правильный он или нет. Если он неправильный, то мы его подсветим и заменим на правильный вообще. Тот индекс, который относится к конкретному адресу. И так далее. Кстати, вот это все возможно не только в некой оболочке личного кабинета, это все возможно по API интеграции. То есть если у вас есть какая-то ваша система, в которой вы работаете, это 1С, Oracle, либо вы там интернет-магазин, вам нужно на сайт это все запилить. Все эти сервисы, которые присутствуют в личном кабинете, а их множество, но я просто не могу все перечислить, они доступны по API интеграции. Подготовка заказа и отправка, его тоже упростилось. Когда-то это было 6 документов, которые нужно было подготовить для того, чтобы сдать посылку. Сейчас это всего два документа. Это форма 103 реестра отправлений и адресный ярлык, либо это Е1, либо это адресный ярлык для посылки. Причем обратите внимание, адресный ярлык для посылки, он уже адаптирован под термопечать, 100 на 150 миллиметров, этикетка, когда процесс можно просто автоматизировать. Если у вас поток таких отправлений, то это очень удобно. Для ЕМС отправлений есть аналогичная форма, тоже адресного ярлыка адаптирована под термопечать. Это значительно упрощает и ускоряет процесс обработки таких заказов, если их много. Например, если это интернет-магазин, либо какая-то рассылка идет. У нас есть юридически значимый документ оборот. Сейчас это стадия опытно-пилотной эксплуатации. Как это выглядит? Это выглядит следующим образом. Клиент регистрируется в ЕДО.почта. Дальше он подписывает электронный договор. Договор вообще не имеет бумажного носителя, он только в электронном виде. Используется КЭП, квалифицированная электронная подпись. Это юридически значимый документ будет. Вот здесь даже пример представлен, как это было бы на экране, как это выглядит у нас на экране. И дальше все взаимоотношения с клиентом уже идут только в электронном формате. То есть все отчетные документы получаются, подписываются только в электронном виде. И они юридически значимые. И, соответственно, клиент может организовать и роуминг данных с той системой, где у него организован юридически значимый электронный документооборот. Кроме этого, вызов курьера, для нас это был такой вызов серьезный и проблемой, потому что несколько систем нужно было адаптировать. Это у нас есть такая система контакт-центра и система управления курьерской доставкой. Так вот, они между собой вообще не дружили, и клиенты вынуждены были для того, чтобы вызвать курьера, оформлять бумажные документы, так называемые наши гарантийные письма. Так вот, мы сейчас от этого избавились, и теперь вызвать курьера куда угодно можно в личном кабинете, просто заполнив конкретную форму. Подготовлена партия к отправке, и одной кнопкой вызван курьер в тот адрес, где это необходимо забрать. Мы добавили международное отправление. Здесь тоже некий уникальный вариант. С чем его уникальность? Во-первых, все бланки формируются автоматически, и по сути все, что необходимо будет заполнить, оно будет сформировано уже в том стандарте, который используется нами, и не только нами в международной пересылке. Мало того, это можно сделать экселевским файлом, либо по аппе интеграции, когда таких отправлений много. Но в чем уникальность? Уникальность в том, что идет электронная передача данных, электронные данные. У нас есть соглашение с федеральной таможенной службой, соответственно, по каналу связи мы им передаем информацию о тех отправлениях, которые будут пересекать границу, и когда отправление принято, таможня уже знает, что будет пересекать границу, и мало того, что наша таможня об этом знает, еще и за границей об этом знает, оператор, который будет получать это отправление, доставлять. Соответственно, это значительно упрощает процесс прохождения через границу, это создает прозрачность пересечения товара через границу. Ну и, к слову, надо сказать, что отправление, которое перевозит почта, это почтовое отправление, и у них процедура выпуска, она упрощенная. То есть там идет по реестру, и все намного проще. То есть с точки зрения декларирования и взаимоотношения потом для вашего получателя за границей, это значительно проще и удобнее. Такой вариант, вариант, который можно использовать вам для защиты каких-то бизнес-кейсов, либо это маркетинг какой-то стратегии, вы совершаете эти отправки, они все отражаются на электронной карте, соответственно, там, карта России, карта мира, ну и, соответственно, понятно, где у вас больше заказов, где их меньше. Ну это вот такой, может быть, в какой-то степени баловство, но с другой стороны, вот как показывает практика некоторых клиентов, им это помогает где-то защитить проект перед своим собственником. Все это можно выгрузить, мало того, еще в электронном виде в Excel и сформировать так, как вам нужно интерпретировать. Но наш клиент, это не только отправитель юрлица, наш клиент, это и физлица, соответственно, взаимоотношения должны стать электронными и с физлицами. Мы с вами пользуемся почтой. Я точно так же, как и вы, получаю отправление через почту. И здесь мы уходили от бумажных носителей, уходили к тому, что должен быть электронный цифровой формат. Мы создали мобильное приложение, в котором вы можете вести всю коммуникацию с почтой. Мало того, отправления, которые идут в ваш адрес, они автоматически туда добавляются. Если вы проходите мимо отделения, где лежит ваше отправление, вам пуш-уведомлением об этом скажет мобильное приложение. Ну и много других там сервисов, связанных с отслеживанием и прочим. Кроме этого, простая электронная подпись получателя. Вот здесь для себя мы считаем это достаточно большим прорывом, когда мы значительно, во-первых, упростили процесс получения для нас с вами. То есть паспортом больше ходить не нужно. Вы один раз зарегистрировались на сайте почты, либо через портал госуслуги, получили электронную подпись, пришли в отделение за своей посылкой и тот мобильный телефон, на который привязана данная электронная подпись, будет приходить смс-сообщение с кодом одноразовым. Вы его сообщаете оператору, оператор может сразу массу, пять отправлений вам пришло, одним, одной смс-кой подписать сразу пять отправлений, вручение и получить их. Это значительно ускоряет процесс получения. Ну и, соответственно, проблема там, у меня нет с собой паспорта, когда мне зайти на почту, чтобы забрать свое отправление, ну, оно просто уходит в прошлое и это становится удобным. Но, кроме того, теперь проще и отправить отправление, кроме того, что получить, когда можно полностью оформить отправку на сайте, мало того, еще и оплатить ее банковской картой, прийти в отделение, если вы распечатали адресный ярлык, наклеили на посылку, то просто отдать и вам скажут до свидания, это реально две секунды занимает. Если нету возможности распечатать адресный ярлык, то просто номер отправления, который был сформирован, его либо на экране мобильного приложения, штрих-код показать, либо бумажки записать и сообщить оператору, он распечатает такой ярлык, тоже быстро примет это отправление. Это значительно ускоряет процесс приема таких отправок. Так вот, некоторые задают вопрос, а как же быть, а если я ошибусь в весе, а что же делать, ну, в этом случае тоже все предусмотрено. Если мы взяли чуть больше, чем нужно, то мы вам обратно вернем разницу, потому что все равно весовой контроль будет производиться уже без вас. Если мы, если вы ошиблись в другую сторону, то, соответственно, мы доспишем ровно столько, сколько должно быть в соответствии с тарифом. Что еще мы делаем, да, вот из того, что будет в 2019 году, это оплата банковской картой курьером наложенного платежа, и это уже с апреля у нас запущено, и в отделениях связи это появляется уже с июня месяца. То есть то, что раньше наложенный платеж можно было платить только наличными деньгами, теперь это можно сделать банковской картой. Наверное, это современно, это удобно. Ну и снижаем тариф за объявленную ценность, но мне вот больше всего из того, что здесь перечислено, хотелось бы сказать про то, что мы планируем открыть несколько тысяч пунктов выдачи заказов и несколько тысяч почтоматов. О чем это, да? У нас есть отделение связи, вот на первом слайде я показывал 42 тысячи отделений. Так вот, к этим 42 тысячам отделений в крупных городах, в самых трафиковых местах будет открываться, будет открываться агентская сетка, условно там, магазин цветов, там, не знаю, копировальный центр и вот он будет заниматься тем, что он будет выдавать заказы, которые будут поступать через почту России, отправления. Это, во-первых, доступность сразу же повышает и удобство для получения. Да, отделений много, но они не всегда в удобном месте находятся. Какой же у нас стратегический фокус? Это создание платформы для электронной коммерции. То есть мы хотим полностью взять на себя работу с вашими клиентами, мы хотим полностью взять на себя работу в помощь вам онлайн и оффлайн маркетинга, создать marketplace, дать вам финансовые инструменты, чтобы вы могли взаимодействовать с вашими получателями, ну естественно перевозить эти отправления и работать со складами. Кроме этого, если говорить вот про фулфилмент, работать со складами, ну вот как бы более детально, да, 37 логистических центров будет открыто в Российской Федерации. Сейчас уже два из них действуют, это в Москве и в Казани. Ну естественно там самые крупные это вот Екатеринбург, это Новосибирск, Ростов-на-Дону, Казань, Нижненовгород, Санкт-Петербург, ну в том числе конечно Москва. Вот. Для чего? Для чего это нужно? Для того, чтобы на базе этих фулфилмент центров нам создать, на базе этих логистических центров создать фулфилмент центры, когда клиент может разместить товар у нас на складе и соответственно это позволяет значительно сократить сроки доставки до вашего получателя. То есть это может вообще переходить на уровень доставка в несколько часов. Когда поступает заказ, мы его обрабатываем, выдаем сразу же в доставку. Если это в определенной географии близкой доступности находится этот адрес, то реально там в несколько часов можно сделать доставку. В целом все. Спасибо. Спасибо, Владимир. Я могу подтвердить, что действительно Почта России начала принимать банковские карты в некоторых отделениях в Екатеринбурге. Это истинное наслаждение, не надо искать мелочь в кармане, это просто чудо какое-то. Сегодня у нас просто день открытия и мы видели и компанию Ростелеком, которая стала совсем другой, и мы видим Почту России, которая стала тоже совсем другой. А еще если откроется там сколько-то тысяч пунктов выдачи, по-моему, вы с магнитом, да, хотели делать? Вы же там сейчас один акционер у вас. Ну, на базе чего я, конечно, сейчас не скажу вам. Секреты. Да, есть небольшие секреты, но… Здесь нет секретов, здесь все друзья, здесь все коллеги, можно говорить честно. Хорошо, Владимир. Друзья, это разные варианты. Спасибо большое. Спасибо нашим спикерам за четкий тайминг. Вопросы? Да, пожалуйста. Я готов подтвердить, да, почта изменилась. Приложение работает, авторизация там по смс работает, все хорошо. Ну, вот немножко обернуть ситуацию в сторону операторства. Мы же здесь операторы. У нас там в регионе сложилась там практика. Мы предоставляли, мы и некоторые другие наши коллеги предоставляли услуги связи отделением Почты России. Потом в один прекрасный момент перестали проводиться конкурсы в соответствии, ну, точнее, они проводятся в соответствии с ВЗ-44, но теперь не дробятся. То есть вы вываливаете грамматный конкурс на всю Россию, и мы не можем участвовать, потому что мы только в одном регионе оказываем. Вот в чем причина? Не противоречит ли это чему-нибудь? ФАСу там? Вот такой вопрос. Значит, то, что это не противоречит, это однозначно. Мы бы тоже этого не делали, если бы это противоречит. Поверьте мне, нас контролируют со всех сторон. Мало того, что контролируют государственные органы, общественность нас не жалеет, бьет. В общем-то мы только от этого сильнее становимся. Так вот, ну, как правило, такие укропнения происходят в связи с тем, что мы хотим экономить, мы хотим получить лучшие условия. Да, может быть, где-то это выглядит, ну, немножко не совсем конкурентно. Да, ну, я так мягко говорю, да. Но все-таки мы идем с точки зрения того, что это будет снижать там нашу себестоимость и прочее. Вот мы примерно от этого. Ну, я идею понял, да. Теперь смотрите, есть у этого вопроса вторая часть. Значит, сейчас мы все там дружно заняты, ну, наш регион демонтажами своего оборудования с ваших отделений, потому что там теперь у нас Ростелеком. Вопрос, почему приезжая на такие отделения, мы от тех сотрудников, которые там работают, в ваших вот этих IT-системах, про которые вы сейчас рассказали, мы слышим, блин, ребята, у вас все работало, мы столько лет хорошо работали, горе не знали, а все, теперь все разладилось. Что нам делать? И такое может быть. Но здесь… Ну, смотрите, на самом деле, я скажу откровенно, что Ростелеком не везде, во-первых, предоставляет нам связь, да, есть все-таки места, где их нету, и в данном вопросе. Ну да, где технически просто они не могут это предоставить, там, соответственно, мы ищем другие решения и по-другому решаем задачу. Относительно того, что высказывают сотрудники в отделениях, ну, как вам сказать, я не уверен, что они могут компетентно оценивать, насколько это качественно, либо некачественно. Я не хочу сказать, что вы что-то делали некачественно, но вот явно, когда компания принимала решение о том, чтобы перейти на какого-то глобального единого оператора, она исходила из того, что это будет дешевле, что это будет надежнее и так далее. Ну, то есть явно мы не пытались создать антиконкурентные условия, да, нам все-таки… Мы так же, как и все, занимаемся закупками и, соответственно, мы хотим получить лучшее предложение. Ну, вот так оно было сформировано, это лучшее предложение. Сейчас, одну секунду, я подойду с микрофоном. Добрый день. Город Тамбов, компания Лант, агент с Наталья. Владимир. Будьте добры, погромче. Мы вот уже год в офисах нашей сети открыли пункты выдачи заказов в Боксбери и Озон. И мы считаем, что у нас как бы есть ряд причин, почему вот мы… Мы. Почему мы? Готовы ли вы сотрудничать с операторами связи? Ну, давайте так, да, у нас нету сейчас какого-то предпочтения, с кем мы собираемся разворачивать вот эти пункты выдачи заказов. Да, там есть несколько компаний, с которыми мы сейчас ведем переговоры. Форму, как это будет агентского взаимодействия, ну, я вам просто сейчас прям не могу озвучить, потому что там могут быть какие-то условия особые. Но еще раз скажу, в принципе, мы готовы сотрудничать со всеми. Если есть в этом заинтересованность, то в принципе мы… Заинтересованность есть, куда можно обратиться. Ну, давайте мы с вами пообщаемся, я вас координирую, с кем нужно пообщаться. Спасибо. 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 Спасибо.